Добрый вечер, дорогие друзья! У нас, как вы видите, идут последние приготовления нашего салона, который сегодня по обыкновению, по традиции уже посвящен Есенину, поскольку салон мы проводим в октябре. Салон называется «Каникулы для души» и наша сегодняшняя встреча будет называться строчкой из стиха Сергея Есенина «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель». Салон будет очень интересный, все вы увидите впереди. Будет и моноспектакль удивительный Светланы Колосовой, будем читать Есенина, будем читать свои стихи о Есенине. А еще у нас будет очень интересная викторина. Кстати, впервые в истории салона и в истории наших октябрьских встреч мы разыгрываем уникальную вещь, уникальная вещь работы той самой Светланы Колосовой, которую вы видите сейчас у меня за спиной. Это спичечный коробок. Он оформлен таким удивительным способом и образом, что здесь даже есть строчки из стиха Есенина. Будет викторина, и тот, кто победит, тот уедет домой вот с таким уникальным подарком. Спасибо вам! Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства сказать бестрепетно могу, что я прощаюсь с хулиганством. О, возраст осени он мне, дороже юности и лета, ты стала нравиться вдвойне, воображению поэта. Ты стала нравиться вдвойне, воображению поэта. Песни, которые вы звучали в начале, которые вы слышали, это песни в исполнении заслуженного артиста России Андрея Диньева. Давайте ему поаплодируем. Очень приятно, что вас снова собралось. Мы сейчас еще пока не... Мы немножечко уже погрузились в атмосферу нашего вечера, который сегодня будет, но еще не совсем. И перед тем, как мы совершенно упадем в эту осень, я вот хочу о чем сказать. У меня большие планы на наш салон, чтобы он жил долго и счастливо еще много-много лет. Поэтому я, идя в ногу со временем, решила создать селфи-хронику нашего салона. Как будете меняться вы, и кто будет, как буду меняться я. Поэтому вот уже третий салон подряд. Мы начинаем вот с такой очень простой процедуры. Селфи-кадр с вами все. Я думаю, что вы знаете, что это сейчас очень популярно. Я не думаю, что вы хотите популярны, но мне это понравилось. Поэтому я прошу вас, улыбайтесь, вас снимает селфи-камера. Можем помашем, Юль? Сейчас сначала просто. Сейчас, внимание. А теперь можно замахать. Сейчас, секунда. Так что, как бы у вас побольше было видно, что... Ну, а мы начинаем погружение в наш салон. Опа! Наши салоны в октябре, салон «Каникулы для души», я, например, уже не могу себе представить без есенинской темы. Потому что мы всегда его чествуем, а тем более в этом году, статус стилетия великого поэта. Поэтому сегодня снова, салон уже третий год. Мы говорим о Есенине в октябре. Это первый раз, два года назад, это было в Светловке. И тогда собралось много музыкантов и много зрителей. В том году мы были здесь и презентовали книгу «Константиновская земля». Помните? Где у нас несколько поэтов участков. Ну, и сегодня у нас тоже встреча у Есенины, которая называется «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель». А нашу есенинскую встречу в салоне лично я не могу представить без удивительной девушки. Я буду интриговать вас до последнего, хотя все вы знаете, о ком я говорю. И сегодня она выйдет на эту сцену и представит вам премьеру моноспектакля «Как о цветке неповторимом», в котором прозвучат воспоминания о Сергее Есенине, Софье Виноградской, Мине Свирской, Агусте Миклашевской, Галины Венеславской, Надежде Вольпин, Ивана Белоусова, Стрельца. А также вы услышите стихи и песни той самой девушки, что вот-вот появится здесь. Итак, Светлана Колосова в моноспектакле «Как о цветке неповторим». Как жил Есенин, внешне странно, не по-обычному, шумно, неспокойно. Вокруг него всегда галделывала атака людей, среди которых он был самым шумным и самым галдящим. И не то чтобы он своим шумом наполнял всю квартиру, он квартиру и обитатели ее приводил в движение, заставлял их жить общую с ним жизнью. Там, где он бывал, все живы им. Однажды его сонно посыпали васильками. На подушке, утопая в золотых лучах солнца, в восстановлении васильков лежала чудесная золотая голова. Он проснулся, и синие васильки глянули из его глаз. Солнце и цветы веселили, радовались. Весь день он потом неугомонно ходил по квартире, шутил, смеялся, был необыкновенно нежен и ласковь со всеми. Нежность и ласкость. Я думаю, в нем было так много. Он с ведьмой оставался по-прежнему, такой же нежен. Возился с глазами, как небо, как небо в безоблачный день, Как сердце безудержно пело, И птицею песня летела. Повесся с глазами, как небо, Или, может, немножко синие. Повесся с кудрями, как пули, Как пули колоси злотых, Как пули за этой рекою, Что ветер растреплет невольно. Повесся с кудрями, как пули, Что ж ты так головою понес? Повесся с руками, как крылья, Как крылья степных журавлей, Как нежно над нашей равниной Звенит его светлое имя, Повесся с руками, как крылья, Как крылья степных журавлей. После этого отступления вернусь К нашему знакомству с Есениным. Возможно, что за столько лет Произошло некоторое смещение в моей памяти. Помню, что за леным столом Сидели Абрам Львович, Ермон Александрович И какой-то златоволосый юноша. Вот знакомьтесь, сказала мне хозяйка. Знакомиться мне нужно было только с этим юношем. Он встал, я протянула руку. Мы обменялись рукопожателем. Меня посадили возле него. После ужина Паня Александровна сказала, Принесите, пожалуйста, гармошку Сергея Александровича. Он показался одного со мной возрастом. Но он совершенно не смутился, Когда его назвали по имени и отчеству. Если б меня так назвали, Я бы ужасно смутилась. А он... Несколько. Я тогда решила, Что он должно быть ужасно и воображал, И если позволяет себя так называть. Принесли гармошку, Но он начал петь. Как быть не может, Знаю, наперед. Ведь тот, кто умер, больше не вернется. Но вот сейчас Есенин в зал войдет, Войдет И непременно улыбнется. Вот он присядет тихо у стола, И жизнь свою расскажет понемногу. То, что как тройка душу пронесла По всем земным и неземным дорогам. Жизнь пронеслась, И не унять тоски. Все было ярко, нежно и мгновенно. И только лишь звучание и строки Слышится все то, что сокровенно. Что будет после? Знаю, наперед, И все же молюсь, Чтоб это не случилось. А пусть сейчас Есенин не умрет. Пусть сердце бьется так, Как прежде билось. Но Вновь его не станет на земле. Боль полоснет по сердцу, Словно бритва. И только песня В светлой тишине Звучит со сцены, Словно бы Молитва. Целый месяц Мы встречались ежедневно И подолгую бродили по Москве, Ездили за город И там много гуляли. Я помню осенней ночи Березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, Луна нам светила длинней. Потом вспоминала он. Это был август, Ранняя золотая осень. Под ногами сухие желтые листья, Как по ковру бродили мы По тропинкам и лугам. Вот тогда я узнала, Как Есенин любит русскую природу, Как он счастлив тому, Что вернулся на родину. Я поняла, что никакая сила Не может его оторвать От России, От русской природы, От русских людей, От русской жизни, Какой бы трудной она ни была. Я с вами, Как гимназист, Тихо говорил он мне И улыбался. Идет, летят осенние слова, Как листья в пору Увиданья лета, И вновь печаль туманит Взор поэта, И клонится золотая голова. Она теперь другого верно любит, Тачки перчатки держит он в руках, И только имя тает на устах, Но не упрекнет, не приголубит, Лишь только имя, нежность и восторг. И чувство отзвучавшего усталость Угасла, отболела, Отмечталась, И трепет ложится на листок, Летят, летят осенние слова, Стихами словно дышит грудь поэта, Сегодня он навек Простился с летом, И клонится золотая голова. И клонится золотая голова, И клонится Мzie 활мpaет Nedatory, И клонится золотая голова, И клонится золотой голова, И coercigtит все ш någotなん, Он слишком добрый, учает он меня. Обо всех вам есть забота, только не о себе самой. До своего пятого этажа я веду Есенина на крышу. Мой закоулок для прогулок. Отсюда открывается чудесный вид на город. Рабочий день еще не кончился, и кроме нас здесь никого нет. Мы стоим вдвоем на низенькой балюстрарной. Когда я собралась уходить, Есенин внезапно взял мои руки, Каждую свою, повернул ладонями вверх, Широко развел и крепко поцеловал каждую, Самую середину ладонью. Вернусь, другой буду. Молчал, добавляй, жди. Будешь быть, знаю, что будешь. Почти просьбу и заповедь. Наполненный извечной суетой, Мир оставался где-то за порогами, А мы, как будто были перед Богом, Предвечной над мирной чистотой. И даже время замедляло бег, Чуть отдаляя час земной разлуки, Когда ты молча целовал мне руки. А за окном кружился первый снег, Связуя невесомой белизной, Земные и небесные пределы, И знала я, что у любви цвет белый, Как этот снег, Или как сады весной, Как придивны жизни наших вязь, Где грань того, что будет, Что было, мне кажется, Что я тебя любила Задолго до того, как родилась. И после дней, Отмеренных в судьбе, Когда и сердце биться уши станет, Моя любовь звучать не перестанет, Сердечная молитва о тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Последний раз Я видела Есенина в ноябре 1925 года, Перед тем, как он лег в больницу. По телефону мне позвонили И сообщили о смерти Сергея. Я даже не помню, кто он. Всю ночь мне казалось, Что он, как прежде, Тихо сидит у меня в кресле И смотрит, Смотрит на мою жизнь. Такой пронзитель на земной Заснеженный Декабрьский вечер И над могильной тишиной Пылают свечи. Могновения вечности легки, В них не звучат мольбы И битвы, Но дышат в воздухе стихи Тепло в море. В них все, И сердце, И душа, И каждый шаг Пути земного. Я знаю, что дано дышать, Поэтому Слово Его звезда Затем зашла, Чтобы отдать все Из остатка. И все же, Все же, Жизнь была Щемящей, Краткой. Ведь я прекрасно знаю, Что эта могила не Сергей, Что его нет нигде, Во всем мире нет И не может быть его. Чего же я ищу В этой могиле? Чего же я С безумной болью Смотрю на эту карточку? Чего я ищу В этой карточке? Ведь его Все равно нет со мной. В этой могиле Для меня все Самое дорогое. И снова, И снова мерещится мне Один силуэт На тропе лограды. Ах, что же, Сережа, Встречи не рады? Пришла вот, Живу вот, А жизни не надо! Как быстро темнеет Теперь, В декабре. А было когда-то Безудержным солнцем. Давно, Недавно Кончался февраль И юность В первой капелле Хрусталь Все было, Но мир в декабре Раскололся Вот год уж почти. И память Туманник, Глаза его, Голос Уходит во сны. В душе Хриплый звон От разрыва струны. Ведь нет И не будет Отныне весны. И смерть Все привычнее Наши желания В декабре В эти дни все мерещатся. Мне один силой На тропе ограды. Ах, что же, Сережа, Вы встречи не рады? Осечка вторая. А жизни не надо! Как быстро темнеет Теперь в декабре Не возразило Переживание смерти Слышит моего крови Мы, живущие Выхватываем частности Мелочи жизни Своей и чужой На пятом смерти Отступают частности Остает жизнь Человека как целая Кем он был Нет Кто он есть Кем он Его жизнь В себе кончилась Начинается Его жизнь в нас В нас он рождается Отслушать это рождение Вот глубинное Устремление души И селим был Поэт интимный Захновенный Безыскусственный Простой Той великой Простотой Сердца Которая есть Мудрость Сердца Любовь Получающаяся Из его стихов Предназначенное Расставание Обещает встречу Впереди Да И эта встреча Будет В еще нерожденной Русской культуре Грядущего Когда умер Пушкин Тючев О нем Сказал Что Его Как первую Любовь К России Сердце Не забудет Сидим же Уходя Сказал О себе Так Что Память о нем Будет жить Как о цветке Неповторимой Браво Браво Аплодисменты Ну что ж, друзья, нота заданная, очень высокая. И мы начинаем вторую часть нашего салона по традиции, чтобы на этой сцене, в октябрьский наш вечер, прозвучали стихи Сергея Есенина. Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишка, где клончой с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как многое изменилось там, в их безуме, в неприглядном быте. Какое множество открытий за мной следовало по видам. Отцовский дом не мог я распознать. Приметный клён уж под окном не машет и не сидит уж на крылечке мать. Кормят и прят, крупитчатые каши. Стара должно быть стал, да? Стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белится гора, да? У горы высокий серый камень. Здесь кладбище, подгнившие кресты, как в рукопашные мертвецы, застыли с распростёртыми руками. По трубке, опершись на матажок, идёт старик, сметая по избу рьяном. Прохожий, укажи, дружок, где тут живёт Есенина Татьяна? Татьяна? Он, зато и сбой. А ты что, сродни? Аль, может, сын пропащий? Да, сын. Ну что, старик, с тобой? Чего глядишь ты так скорбяще? Добро, мой внук. Добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, уже ли это ты? И полилась печальная беседа с лызами тёплыми на пыльные кусты. Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать, а мне, или оно, скоро в гроб. Давно пора было воротиться, он говорит, а сам всё морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист, а сёстры стали комсомолки. Такая гадость, просто удались. Вчера иконы выбросили с полки, на церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу кратко, меньше влез. Молюсь о Симове. Может, пригодится. Пойдём домой. Ты всё увидишь сам. И мы идём, топча, лежой кукольней. Я, улыбаясь, пашнем и лесам, А дед с тоской глядит на колоколь. Жизнь входит в берега, села до внешних жителей. Я вспоминаю то, что видел я в краю. Стихи мои спокойно расскажите про жизнь мою. Изба крестьянская, хомутный запах дёгтя, Ломбаза старая и её же краткий свет. Как хорошо, что я сберёг те все ощущения детских лет. Под окнами костёр метели белый. Мне девять лет. Лежанка, бабка, кот и бабка. Что-то грустное, степное пело, Порой зевая и крестя свой рот. Метель кривела под оконцем, Как будто бы прессали мертвецы. Тогда империя вела войну с японцем, И всем далёкие мерещились кресты. Тогда не знал я чёрных дел России, Не знал зачем и почему война. Трязанские поля, где мужики косили, Где сеяли свой хлеб, была моя страна. Я помню только то, что мужики роптали, Поранились в чёрта, в бога и в царя. Но им в ответ лишь улыбались, дали Да наша жидкая лимонная заря. Тогда впервые с рифмы я скрестнулся, От сон на чувств скружилась голова. Я сказал, коль этот зуд проснулся, Всю душу выплещу слова. Когда далёкие, теперь вы как в тумане. И помню, дед мне с грустью говорил, Пустое дело. Ну, а если тянет, пиши про рожь, Но больше про кобыл. Тогда мозгу влечения к музе сжатом Текли мечтания в тайной тишине, Что буду я известным и богатым, И будет памятник стоять в Рязани мне. Пятнадцать лет взлюбил я допечёнок, Сладко думал, лишь уединюсь, Что я на этот лучший из девчонок, Достигнув возраста, сженюсь. Года текли, года меняют лица, Другой на них ложится свет. Мечтатель сельский, я в столице Стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, Пошёл скитаться я среди разных стран, Не веря встречам, не томясь разлокой, Считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь, Я понял, что такое слава, И потому мне в душу грусть Вошла, как горькая отрава. На кой мне чёрт, что я поэт, И без меня в достатке дряни? Пускай я сдохну, только нет, Не ставьте памятник в Рязани, Россия, царщина, тоска И снисходительность дворянства. Ну что ж, так принимай, Москва, Отчаянное хулиганство, Посмотрим, кто кого возьмёт. И вот, в стихах моих забила В салонный, вылащенный сброд, Мочой рязанская кобыла. Не нравится? Да, вы правы, Привычка к лориган и к розам, Но этот хлеб, что жрёте вы, Ведь мы его, того с навозом, Ещё года прошли. В годах такое было, Чего в словах не рассказать. На смену царщине с величественной силой Рабочая предстала рать. Устав таскаться по чужим пределам, Вернулся я в родимый дом. Звенокосая, пепчонки белой, Стоит берёза над прудом. Уж и берёза чудная, А груди, таких грудей женщин не найдёшь. С полей, обрызганные солнцем люди, Везут навстречу мне в телегах рожь. Им не узнать меня, я им прохожий. Ну вот, проходит баба, не взглянув, Какой-то ток невыразимой дрожи, Я чувствую во всю спину. Уже ли она, уже ли не узнала? Ну и пускай, пускай себе пройдёт, И без меня ей горечи немало. Недаром лёг страдальчески так рот. По вечерам, надвинув ниже кепи, Чтобы не выдать холода очей, Хожу смотреть в скушенные степи И слушать, как звенит ручей. Ну что же, молодость прошла, Пора приняться мне за дело, Чтобы озорливая душа Уже по-зрелому запела. И пусть иная жизнь села Меня наполнит новой силой, Как раньше к славе привела Родная русская кобыла. Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, Я с тобой ни нежен и ни груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, Сколько рук ты помнишь, Сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи И мечтаешь вовсе о другом. Я и сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем, дорогом. Этот пыл не называй судьбою. Молодая, вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пройдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, Только не горевших не мани. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку, И с тобой встретимся мы вновь. Опустив другому ближе плечи И немножко наклонившись вниз, Ты мне скажешь тихо, Добрый вечер, я отвечу, Добрый вечер, мисс. И ничто в душе не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж чтоб любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Сейчас Дарья Паскаль, Самая юная участница салона на сегодня у нас. Давайте особо ее встретим. Невыжаты, рощи гол, От воды туман и сырств, Колесом за синий горы Солнце тихое схватилось, Дремлют золотая дорога. Ей сегодня примечталось, Что совсем-совсем немного До зимы сюда осталось. Ах, и самый ручащий звонок Повредал вчера в тумане. Рыжий месяц за ребенком Запрягался в наших словах. Любовь наришная. Как долго мы вас не видели, Мы рады, что вы снова с нами. Едут, тихо, Слышны звоны Под кропытом на снегу, Только серые вороны Раскричались на лугу. Заколдован невидимкой Гребет леска, Сказку сна, Будто белую косинкой Подрезалась со сна, Понагнулась, как старушка, Отдевалась она клювку, А над самою макушкой Долгой яйцем на сутки. Скачет конь, Растор много, Снег варит, И стерет шар Бесконечная дорога Убегает ледко дали. Сейчас выйдет на эту сцену Тоже наша, так сказать, Молодая Борсель. Уже, кстати, студентка Театрального колледжа Полина Тер-Саркисян. И прочитает она известное Тоже стихотворение, Которое посвятил Есенин, Насколько мне известно, Сестре Шуре. Ах, как много на свете кошек! Ах, как много на свете кошек! Нам с тобой их нечесть не поздя. Сердце, снится душистый горошек, И зенит голубая звезда. Наяву ли в бреду или с просонок. Только помню, с далекого дня На лежанке мурлыкал котенок, Безразлично смотря на меня. И я еще тогда был ребенок. Но под папкину песню «Скок» Он бросался, как юный тигренок, На оброненный ей клубок. Все прошло. Потерял я бабку, Но еще через несколько лет И в Кататого сделали шапку, А ее и вносил наш дед. Ирина Постоева. Шаганэ. По-моему, это самое Пронзительное стихотворение Есенина о любви к России. Шаганэ, ты моя шаганэ, Оттого, что я с севера, что ли, Я хочу рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне. Шаганэ, ты моя шаганэ, Оттого, что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив, шерас, Он не лучше рязанских раздолей, Оттого, что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у лжи, Если хочешь на палец лежи, Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, По кудрянам ты моим догадайся, Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память обо мне. Про волнистую рожь при луне. Шаганэ, ты моя шаганэ, Там на севере девушка тоже, На тебя она очень похожа, Может, думай обо мне. Шаганэ, ты моя шаганэ, Катерина Затимка отговорила роща золотая, Она подготовилась, я бежу, Шляпка из клёна. Отговорила роща золотая, Берёзным, весёлым языком, И журавли печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странных Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом, А всех ушедших грезит коноплянник С широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности весёлой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души и сиреневую цветь. В саду горит костёр рябины красный, Но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, От жалтизны не пропадёт трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. И если время ветром разметает, И сгребёт их всех в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Юлия Медведева с монологом «Хлопуши». Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, Что ты, смерть или исцеление к коллегам? Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я три дня и три ночи искал вашу мёд, Тучи севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Пётр, Черни его любит за буйство и удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, В салонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому, трепал И цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, Эту голову с шеей шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей Рассветное ронял мне в рот молоко И холодное, корявое вымя сквозь тьму, Прижимая, как хлеб, к истощённым векам. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!